Один из главных вопросов, которые обсудили участники Градсовета – благоустройство завокзального района. Микрорайон завокзальный считается одним из крупных густонаселенных территорий города Сочи, поэтому требует современности, современного озеленения, малых архитектурных форм, детских площадок. В режиме видеоконференц-связи рассказали о выполненном градостроительном анализе территории микрорайона. Подробно описали этапы реализации проекта. Первые два этапа – это ядра общественного пространства, третий этап – это придвовые территории, потому что здесь жилой район, без этого никуда. Третий этап – это связи улицы, четвертый этап – это уже развитие перспективной территории за счет ликвидации работы с ветхим аварийным жильем. Территория района террасированная, имеет много лестниц, многие из них неблагоустроены и аварийные, что ограничивает беспрепятственное передвижение по территории, особенно маломобильным категориям граждан. Специалисты подчеркнули – важным вопросом стало озеленение микрорайона. Нам очень важно, чтобы в концепции развития каждого из таких районов, подобных завокзальному, мы выделяли участки, как бы ни было инвестиционно привлекательно для застройки, какими-то торговыми центрами или другими объектами, оставлять эти зеленые зоны. Также подняли вопросы состояния детских площадок, парковочных зон, пешеходного пространства и тропиночных сетей. По утверждениям компании, представляющих проект, это место может стать новой туристической зоной. При этом и местные жители будут комфортно находиться в благоустроенном завокзальном районе. В случае успешного утверждения проектов благоустройства и после поступления финансирования, программа модернизации будет рассчитана на несколько этапов, которые планируется осуществить в течение нескольких лет. Юлия Жукова, Дмитрий Петров, Время новостей.